Совершенство и несовершенство в мире чисел – знаменитые античные загадки математики. Так звучала тема лекции Алексея Саватеева, доктора физико-математических наук, профессора МФТИ, ведущего научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН. В центре внимания выступления было понятие математической концепции о совершенных числах, а также нерешённые гипотезы математиков о свойствах и закономерностях простых чисел. Об этом Алексей Владимирович рассказал школьникам с 7 по 11 классы в конференц-зале Духовно-научного центра. 2500 лет назад была сформулирована некоторая гипотеза, которая до сих пор является нерешённой, открытой гипотезой. То есть все математики 2500 лет подряд не могут ничего придумать здесь. Вообще таких нерешённых задач довольно много, и половина, наверное, из них касаются простых чисел, закономерностей в том, как они в натуральном ряду лежат, ну там каких-то свойств. И вот про эти загадки я, в общем, сегодня буду рассказывать. Треугольные и квадратные числа, последовательность Фибоначчи, избыточные и недостаточные числа. Многие школьники слушали лектора с увлечением. Кто-то делал записи себе в тетрадь. Алексей Саватеев вёл живую беседу с залом, задавал вопросы. По словам профессора, цель таких лекций – заинтересовать детей математической наукой, замотивировать учиться и поднимать свой уровень знаний по математике в школе. В силу нехватки уроков в школах об этом не говорится. В школе надо успеть подготовиться к ЕГЭ, выучить стандартный материал, обладать навыками раскрытия скобок, тем всем. Это все технические вещи, технические детали, которые помогают понимать настоящую математику. Чтобы хотя бы половина, половина наиболее мотивированных, может быть, наиболее подготовленных, вышла с пониманием, что теперь математика для них стала как-то уютнее, проще, ближе к ним. Лекция Алексея Саватеева прошла по инициативе и поддержке технопарка «Саров». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.